Еком-экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Здравствуйте, давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и какую компанию вы представляете? Меня зовут Андрей Ревков. Я представляю свою компанию. Компания называется FitIn. Название само по себе говорящее. Компания занимается виртуальной примеркой оба. То есть наша самая главная задача и наш продукт, он посвящен тому, чтобы клиенты могли скачать приложение из интернета, отсканировать свою ногу. И после этого ряд брендов, партнеров, которых мы здесь представляем, их обувь покупать в интернете без необходимости физически примерять обувь в магазинах. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, с какой главной целью вы приехали сегодня на мероприятие? Мы в мероприятиях оборотов уже участвуем не первый раз. Наша задача в этом году представить наше решение, кастомизированное с несколькими нашими компаниями, партнерами, обувными производителями и ритейлерами. Соответственно, здесь на стенде вы видите компанию, представленную ЭКО. Это датский бренд обуви. Также здесь представлена компания ЭФО Кастом. Это компания индивидуального пошива обуви, которая по нашим моделям шьет обувь для своих клиентов удаленно. Также сегодня подойдут партнеры и можно будет с ними пообщаться из компании Ральф Рингер, из компании Шане, из компании Сплав. Ряд других компаний, которые также работают с нами и с которыми мы сейчас вместе развиваем сервис в виртуальный пример к ее обуви. Сегодня ритейл развивается очень стремительно, а e-commerce еще быстрее. Как вы считаете, за какими решениями охотятся игроки бизнеса? Есть игроки бизнеса, те, которые акулы, мы их назовем акулами. Они охотятся прежде всего за бизнесами, которые можно было бы как-то поглотить, как-то с ними на финансовом, на инвестиционном уровне повзаимодействовать. А есть компании, которые занимаются операционным развитием своих продаж, такие как производители обуви, в частности наши партнеры, которые охотятся прежде всего за инновациями, которые добавляют сейчас эмоцию, экономят время клиентам и создают новые отношения, новый современный цифровой след в отношениях между клиентом и теми, кто продает или изготавливает обувь. И, соответственно, вот это все наши партнеры. Российские онлайн-магазины сегодня соперничают с китайскими. Как вы считаете, какие технологии помогут нашим игрокам вырваться вперед? Я считаю, что технология FitIn точно поможет вырваться вперед, и потому что в Китае сейчас такой технологии еще до сих пор нет. Эта технология очень инновационная. В мире практически нет сейчас примеров такого уровня интеграции, который мы здесь представляем. Мы, естественно, работаем не просто с абстрактными словами и названиями брендов. Имеется в виду, что у нас на стенде вы можете увидеть и упоминание виртуальной реальности, и искусственного интеллекта, и машинного обучения. Это все те технологии, которые в нашем решении присутствуют, которые мы действительно как эксперты используем для создания целого комплекса. Но если мы представляем сейчас компаниям решение в сборе, мы говорим о том, что оно должно быть удобно для клиента, оно должно быть масштабируемым, оно должно быть удобно и быстро настраиваемым на любую сторону интеграции, хоть на сторону нашего партнера, хоть на сторону самого потребителя-пользователя, допустим, на его мобильный телефон или на его домашний рабочий компьютер. Поэтому, если решение этим условиям соответствует, если оно дает удобство и дает быстрый способ купить через интернет нужный выбранный товар, а мы именно этим и занимаемся, то мы тогда будем впереди планеты всей и впереди Китая в том числе. Как вы считаете, какие проблемы наиболее остро стоят перед игроками интернет-коммерции? Самая большая проблема сейчас – это интеграция сервисных компаний, компаний-производителей и, с другой стороны, маркетплейсов, агрегаторов между собой, потому что есть целый ряд сервисных решений, которые сами по себе не интегрируются в магазины и не встанут, допустим, в админпанель администратора, продавца, ритейла. Их надо туда принести, этому надо обучить, это надо настроить и сделать решение таким образом максимально легко масштабируемым с точки зрения франчайзинговых условий. То есть самое главное, на мой взгляд, сейчас – это чтобы те, кто представляют новые технологии на этом рынке, могли предлагать легко настраиваемые и масштабируемые франшизы, которые по методу удаленного доступа и, соответственно, модели подписки можно было бы подключить себе на сайт и легко в несколько дней, используя минимум рабочих ресурсов, айтишных специалистов, настроить и сразу давать доступ клиентам к тем образцам продукции или к тем уникальным сервисам, которые представляют, допустим, игроки сервисные компании, такие как мы, или игроки e-commerce, которые публикуют уже комплексные решения. Все, спасибо огромное, спасибо.